Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Потеряли меня немножко? Я в деревню ездила, но перед этим кое-что навязала. Давайте покажу сначала свои повезушки, а потом парочку слов о деревне и краткая фотозарисовка. Итак, варежки-овечки. Они снова есть у меня. Вот такие варежонки у меня связались из пряжи носочной Alize Superwash серого цвета. И такой букляшки. Эта букляшка в последнее время фигурирует уже не в одном ролике. Точно ее состав я сказать не могу. Кстати, наверное, самое время посмотреть до стирки и после стирки. Здесь петельки виднеются более четко. Здесь уже разглядеть петельки получается с большим трудом. И такая тенденция к подваливанию намечается прям четко-четко очевидно. Метраж нитки сказать не могу. Она тоненькая, но так как муклированная, воздух, пространство и так далее, в две ниточки получаются очень толстенькие вещи. Что касается состава, это 90% шерсть и только 10% синтетики. Я вам говорила в предыдущих видео, где или Alize Superwash, или пряжу Flora. Я, связав манжету из одной только небуклированной пряжи, далее соединяла одну буклированную, одну небуклированную ниточку. Здесь же, прямо вот оно видно, букляшка в две нитки. В плане такого софт-эффекта, конечно, выигрывают именно эти варежки, а не те, где одна ниточка буклированная, одна нет. Что касается теплоты, и те, и другие варежки просто великолепны. Ну, а только в носке можно понять, что лучше, что хуже. Мне кажется, здесь так вопрос не стоит. Мне понравилось и где букляшечка в две нитки, основное полотно, и где букляшечка в паре с небуклированной пряжей. Что хочу сказать. То резинка 2х2 у меня, в данном случае резиночка 1х1. Мне нравится делать довольно-таки высокую резинку, или как это, большую. Считается, чтобы ее при желании можно было отвернуть, и варежки приобретали, ну, как сказать, более удобно, если манжету курточки того просят. Мысок. У варежки вы тоже говорите, что мысок называется. И пальчик. Вот таким образом варежонка связана. Что хочется подчеркнуть. То есть, только ли из буклированной пряжи вяжется, как в данном случае, или букляшка присоединяется к небуклированной пряже. Я пробовала так и эдак. Один размер спиц, что здесь, что здесь. Разные размеры спиц, здесь и здесь. Я тоже так пробовала. У меня не просто так, и двоечка, и троечка, и три с половиной лежат. Одно количество петель перетекает в это же количество петель. Или одно количество петель потом перетекает в другое. То есть, я сокращала. Было и такое. Все равно, все равно. Одна и та же картина. Это когда начинаешь вязать букляшечку, примерно провязываешь сантиметра три. Еще раз говорю, с одной или только букляшкой, или букляшка с простой ниточкой. Любую полушерсть, шерсть я под ней подразумеваю, варежки начинают напоминать шарик. Они очень-очень широкие. И кажется, ну куда я вяжу такую широченную модель. Однако, после того, как постираешь варежки, пока они влажные, форма вообще еще менее понятна. Потому что, когда сухие шарики, они понятны. Какая-то такая конструкция широковатая, прям шарикообразная. Кстати, кому-то нравятся именно такие варежки. В воде вообще не понять, что и как. А потом, когда немножечко так подержишь на полотенчике, сменишь полотенчик, водичка вытечет из изделия. И их как селедочки так потянешь, вот именно придав форму, какую нужно. Не смущайте, что длина будет большущая, скажешь, ой, куда-куда такая длина. Нет, они по мере высыхания, эти селедочки подсбариваются и превращаются в нормальную варежки. Но для моей руки, во всяком случае, все замечательно. Так, что ж я все голословлю-то. Я сегодня в таких условиях снимаю в неудобных для себя. Поэтому, может быть, что-то будет видно не так, не так. Но постараюсь все показать. Прям вот пальчик и все в притычек. Мне это очень нравится. То есть не пугайтесь такой шарообразной формы. Каждый раз, когда мама видит, что я вяжу подобные варежки, вот сколько вы пара, я уже не вязала, кстати, надо заканчивать. Мне пишут, Таня, весна на дворе, вы все варежки. Ой, напугали Таню весной. Таня летом варежки вяжет целая коллекция. Не прошлого, а позапрошлого лета у меня прям была целая коллекция варежонок из зеленой флоры, как сейчас помню. Так вот, мама смотрит и спрашивает, кому что Таня вяжет. Такую широченную варежку. А когда она уже видит, вяжут я днем, когда она бодрствует, а стираю я вечером, иногда прям очень глубоко вечером, когда она спит, и утром, видя уже нормальные варежки, она каждый раз, вот, вот эти вот ты хорошие связала. А вечер-то были прям, ну, совсем не такие, какие варежки должны быть. Ну, я уже не объясняю. Маме трудно понять, ВТО, там все дела, нет. Я просто улыбаюсь. Это все, что мне сейчас остается. Так, мамулек, ты, как мой главный эксперт, докладывай. Что ты можешь сказать про мою варежку-овечку? Хорошая, теплая, все этим. Ну, почему ты широкая? Это кто будет носить? Снежный человек, мамулька. Кто? Снежный человек. Так, теплая, мягкая, широковатая, да? Что вы можете сказать насчет этой самой цвета? Ну, длину, это все, только он кончики. Да, нет, цвет, цвет вам нравится или вы поярче хотите? Цвет, если не это, я не люблю. Правильно, надо честно всегда говорить. Лучше розовенький, да, мамуль? Да. Голубенький, да? Голубенький. Ну, это же натурель, это же овечка. Вот она как в полюшке-то ходила, так ее вот нам в колыбочках принесли. А я вот такой цвет люблю, мамулька. Так что мы с тобой и не янь, да? Ну, так-то мировые варежки-то. Да. Далее, что касается дел вязальных еще. Вязала образцы, и буду продолжать это делать, пока идет в удовольствие. Для короткометражечек, обзорных короткометражек, кто-то очень их любит, кто-то их не больно любит, но для тех, кто вместе со мной знакомится с новой пряжей, я отвязала образцы пока из двух бобин. У меня была такая хорошенькая закупка недавно, я показывала в видео, кто не смотрел, можете посмотреть. И там, значит, среди прочих бобин есть вот такая красота. Я сейчас измерю, так сказать, или на листочке очерчу, как вы меня учите. И постираю, чтобы они были уже готовы к съемкам таких, ну да, я их называю короткометражек, хотя когда какие получаются. Вот шикарный образец, просто смотрю на эту пряжу и радуюсь. Про бобиночку рассказывала я вам в том видео подробно. Состав я не запоминаю, но составы все просто шикарные. И еще вот эта вот пряжица у меня тоже. Это один раз уже постирана, может быть, я постираю еще раз. Вот казалось бы, связать образец, но так как пряжа бобинная и тут спицы ищешь сама. И иногда, начиная вязать образец, понимаешь, ага, вот уже пушок пошел, раскрытие. Что ты на правильном пути, не на правильном пути. Иногда приходится перевязывать, иногда остаешься именно при том номере, которым начал вязать. В общем, вот такие образцы. Они занимают немного времени, но занимают. Но так как пока у меня все идет с огромным удовольствием, я это делаю. Нравится мне пока все пряжи, нравится очень-очень. Ну, а какую без образцов я уже стала эксплуатировать пряжу, сейчас расскажу. Вот это верблюжья шерсть. Я, назвав ее верблюжонком, уменьшительно ласкательно боюсь, что ввела вас в заблуждение. Конечно, это просто верблюжья шерсть. Верблюжонок это совсем другое, да? Что-то нежненькое такое, как правило, не колючее. Супер-супер ласковое. Вот это верблюжья шерсть. Но я тоже ее показывала, рассказывала в посылке бобиной пряжи. Она тоже присутствует. И я вот, значит, именно для носочечных изделий засвечиваю. Вот так поставишь, темно. Ну, здесь, конечно, здесь по-новому разместиться, на новом месте очень сложно. Так я взяла, значит, эту носочную пряжу. Я пошла купить Ализа супер-вошечка. У меня все остатки-остатки, а мне нужно полностью. Я хочу совместить эти две пряжи, потому что девочки мне писали, ни один человек, ни два, ни три, что верблюжья шерсть быстро протирается. Теплющая. Очень хорошо раскрывается. Спасибо за фокусировку. Но очень быстро протирается. Значит, приготовила я вот эти пряжки. Мне кажется, они очень-очень хорошо сочетаются. Посмотрите. Вот эта букляшка, она в себе содержит как светлые оттенки. Да, про супер-вошечку не договорила. Хотела купить горчичку, потому что, мне кажется, с этой расцветкой горчичка будет изумительно смотреться. Можно даже там, как у меня, ну не жаккард, а намеки на жаккард, что-то там сотворить. Однако у нас нет. У нас такие вот новинки цветов. У Ализа супер-вошечки у нас еще не дошли. Я опять взяла беженькие, но ничего страшного. Будем действовать другим путем. Я и такие носки свяжу, и такие со временем посмотрим. Было бы желание. Так вот, это вот, значит, букляшка. Если присмотреться, в ней есть темненькие ниточки. Так, дорогие мои, давайте покажем букляшку. Вот такие темненькие как бы основы. Темненькая, а букляшечки светлые. Надеюсь, видно. Вот, да, вот так хорошо заметно. Поэтому можно сказать, что вот в этой букляшке как бы и этот цвет присутствует, и этот цвет присутствует. Очевидно. Я хотела забабаться такие носки, но они в моем воображении просто были бы бомбовые. Однако, так как я вижу маме, маме мою идею не очень поняла. Вот, ну, человек такой, знаете, старой закалки. Вот, и она мне сама нарисовала, какие носки она хочет. Ну, в смысле, слабесно, конечно, нарисовала. И я сейчас вижу носки для мамы. Пусть они будут такие простые, может быть, идущие в противовес с моим видением носочных изделий. Ну, ничего, ведь заказчик всегда прав. Самый любимый, милый, самый добрый, самый родной заказчик. Вот. А вторую пару я все-таки свяжу, если не остыну. Вы знаете, у меня сегодня так, завтра так. Я все равно все это показываю, ибо, как сказать, вот такие мои рассуждения вслух, да, они кого-то стимулируют встать и сказать, Эврика, у меня же в шкафу уже пять лет лежит пукляшечек там розовый, точно, у меня есть остатки там какой-то. Понимаете, вот это все как-то шарики за рулики, да, заходят в том смысле, что начинают работать механизмы. Это здорово, вы мне пишите об этом часто, и я очень-очень рада. Но я думаю, что носочки именно вот в том видении, как я хотела бы, я еще свяжу. А пока уже начала вязать самый обычный носочек. Знаете, обожаю вязать из шерсти. Мне кажется, верблюжонок, опять верблюжонка, верблюжья шерсть, она немножечко косит. Я брала одну ниточку с внешней стороны бобинки и другую ниточку с внутренней стороны бобинки. И в паглинке я вязала вот местами в две ниточки. Все-таки две полоски вот такой букляшки я протянула. Вот, ну так для красоты совершенно по-другому должны были размещаться эти вещи, полосочки и так далее в моей задумке. Но если я свяжу, я покажу. Что касается, начиная с пятки, здесь одна нитка, значит, уже мы говорим букляшки спасибо, в отпуск отправляем. Здесь одна ниточка Ализа Супервош. Ее задача быть не только теплой, но и прочность придавать. Ну, а задача верблюжьей шерсти, конечно же, свои все лечебные свойства раскрывать и ноженьки наши окомфортить, что ли. Ну, свои зарубочки я никуда не дену, потому что считать ряды я не люблю. Вот я только-только закончила вязать пяточку, да, рябушка. Я ее не очень люблю, поэтому хотела я Ализа Супервошечку купить другого цвета, но так как была только вот этого, ничего страшного, пока вот в полосках они сочетаются изумительно. Вот в таких цветах они, здесь, значит, только вот резинка Ализа Супервошина. Здесь две ниточки верблюжонка, здесь Ализа Супервошка и вот эта вот красавица. Все как мам хочет. Вот, а здесь идут носочка и верблюжья шерсть. Так вот, я пестроту не люблю, а мама у меня человек еще, не знаю, мне кажется, с тех времен, когда такую пестроту любили, вязали долгими зимними вечерами. Она ее обожает, но сам Бог велел, в общем-то, все воплотить. Вот такие носочки будут связаны. Здесь я вязала четверкой, потому что, мало того, я очень часто по Алинак вяжу спицами большего размера. Если, конечно, я в таких обстоятельствах нахожусь, когда у меня нет там спиц, я свяжу все одним махом. Но когда есть выбор, я выбираю. Здесь троечка. Мне кажется, хорошо. И есть куда раскрыться. Вот, например, когда я беру Ализа Супервош, вяжу на тройке в одну ниточку, мне кажется, немножечко расхлябанно. Два с половиной самое то. Знаю, что верблюжонок будет раскрываться. Может быть, нужно было три с половиной. Но так как мне все пишут, Таня протирается очень быстро. Пусть будет такой плотненький, даже, может быть, слегка забитенький после раскрытия. Ну, это первый раз, первый класс. Я пройду, посмотрю. Здесь тройка. Здесь четверка. Тем более, ножка в этой области опухает. К вечеру прям, как даже сказать, и кает, наверное, правильно. Я не такие слова подбираю. И вот маме очень важно, чтобы здесь было свободно. Очень важно. Ну, в общем-то, после стирки они, конечно, примут более человеческий вид. Я хочу скорее-скорее связать, подарить, а потом уже связать, как я хочу. Может быть, не сразу, может быть, потом. Но от верблюжонка я от верблюжей шерсти я в восторге. Действительно, надо с варежками, с носками заканчивать. Я с вами согласна более чем. Тем более, у меня уже такие посещают идеи. Кардиганистые. Ну, конечно, нужно начать, наверное, с крыльчного кардигана. В конце концов, переходим к деревне. Провязание мы закончили. Огромное спасибо за внимание всем, кто уходит. Ну, а те, кто остаются, краткий отчет. В общем-то, ездила я в деревню, посидела я на том крылечке. Я и так уже представляла себе кардиган, в котором я буду сидеть и пить какао. А теперь я его представляю очень четко. Осталось только, ну, начать вязать, что ли. Торопиться я тоже не буду, ибо вот такое временное, я даже не знаю, остывание, что ли, временная пауза от плечевых изделий, она неспроста. Нужно как следует отдохнуть в этой паузе и потом уже взяться с вдохновением. Возьмусь я не завтра, но очень скоро. В деревне я нашла очень много замечательных, раритетных вещей. Много-много лет они абсолютно никому были не нужны. Но тут, в общем-то, появилась Таня. Я говорю и о лампе, причем не одной, а о двух лампах. Это же прелесть, да? Вот, например, вот весна придет, лето придет, хочется отмыть. Все это на улице, конечно, лучше делать, а не дома. И я уже вижу, как мои эти всякие моточки-клубочки, вот такие повезушки-недовезушки, все процессы будут смотреться с этим лампочками. Я это дело очень люблю. От стаканников вообще пришла в полный восторг. Как можно ими не пользоваться, я не знаю. Тем более, такие красотульки, конечно же, все они войдут, как я, как хочется верить, надеяться. Фотографии – это не фотофон, а вот такие объекты, которые украсят любую фотографию, любой моточек. Тем более, разноцветные они такие, довольно-таки разные. И можно сочетать в разных цветах с пряжей. Я уже вот кто о чем. Да-да-да, кто-то сейчас скажет, что ж вы опряжите, из них можно какао пить. Да, под какао мы, кстати, понимаем чай с лимоном, потому что какао я не люблю. Но это так для поэтического словца, можно сказать. Я надышалась в деревне один, единственный день я там была. Больше я себе пока позволить не могу, но пусть так, пусть так. Уже пахнет весной, уже так хорошо. И зимой-то было хорошо, и весной хорошо. В общем, да, глиняный кувшин. Глиняный кувшин скружил мне голову. Я прям вот, ну, полевые ромашки, любые цветочки вижу в нем. А может быть, молочко холодное. Не знаю, не знаю. Когда есть такая красота, чем его наполнить, это уже дело пятое. В общем, все мне там греет душу, все мне там нравится. Абсолютно все. И, ну, что сказать, напиталась. Напиталась я там приятными эмоциями. Отдохнула. Очень быстро прошел день. Пришло время возвращаться домой. Я люблю, кстати, ночью ехать, ездить. Мой изумительный шарфик, все тот же итальянский. Вы же знаете, он волшебный, он может превращаться во что угодно. Есть отдельный ролик на эту тему. Он превратился в подушечку. И те 40 минут, которые я ехала домой, я тоже отдохнула. Так что, надеюсь, вы тоже с огромным удовольствием проводите время. Получаете удовольствие от жизни, от вязания, от рассады, от весны, которая скоро придет. Во всяком случае, я вам очень-очень искренне всем-всем этого желаю. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. А они обязательно будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok